Дональда Туска Во Франции опять будут судить террориста Карлоса Шакала. Если получится, это будет уже третье пожизненное. Все рейсы в понедельник отменены. 194 в Щонифельде и 448 в Тегеле. Авиакомпания «Люфганза» приостановила вылеты в Берлин из Мюнхена и Франкфурта. По сообщениям на сайте Аэрофлота, часть рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга будут перенаправлены в Дрезден или отменены. Изменения в расписании внесли и другие авиакомпании. Бастующие обещают продолжать акцию до утра среды. Пассажиры уже несколько суток ночуют в терминалах. Это какой-то кошмар. Я должна была прилететь по работе в Лиссабон. И сколько теперь проблем. И у меня куча дел помимо этого. Мы приехали сюда и увидели, что никто не работает. Никто из сотрудников аэропорта. Меня об этом даже не поставили в известность. Я просто сижу и жду, пока кто-то придет и сообщит хоть что-нибудь. Единственное, о чем мы знаем, сегодня ни одного самолета. Организатором акции протеста стал профсоюз «Верди», который требует повышения оплаты труда для 2000 сотрудников наземных служб авиаузлов на 1 евро в час. Сейчас работники получают примерно 11 евро. Это около 700 рублей. Подобные акции уже проходили в начале февраля. Работодатели тогда предложили повысить оплату на 10 центов в течение четырех лет. Но профсоюзы продолжили настаивать на своих требованиях. Прокуратура Варшавы вызвала президента Европейского совета Дональда Туска. Его хотят допросить по делу о сотрудничестве бывшего руководства службы военной контрразведки Польши и российской ФСБ. Он выступит в качестве свидетеля по делу против бывших руководителей службы военной контрразведки. Их обвиняют в сотрудничестве со службами российской разведки без необходимого на это разрешения премьер-министра. Допрос запланировали на 15 марта. Однако Дональд Туск не приедет. По словам представителя Европейского совета, на этот день у него уже запланировано выступление перед Европарламентом. Напомним, дело относительно экс-руководителей службы военной контрразведки Польши касается событий после авиакатастрофы возле Смоленска, жертвами которой стали 96 человек. Тогда погибли президент Польши Лех Кочинский, его жена Мария и почти все высшее военное командование, а также общественные и религиозные деятели. На тот момент Дональд Туск занимал кресло премьер-министра Польши. Ранее главы европейских стран переизбрали Туска на пост президента Европейского совета на второй срок подряд. Его кандидатуру поддерживала даже Ангела Меркель и другие европейские коллеги. Решительно против Туска выступили только польские власти. После его победы они раскритиковали немецкое правительство в его доминировании в политике ЕС. Заявили, что переизбрание бывшего польского премьера, цитата, «не сулит Европе ничего хорошего». Восток против Запада. Противостояние, которое развернулось между Турцией и Нидерландами и Турцией и Германией, получило логичное продолжение в Европейском парламенте. Депутаты от Германии предложили полностью запретить на территории ЕС агитационные предвыборные выступления иностранных политиков. Кроме того, они поддержали подход голландских властей в ограничении попытки турецких политиков агитировать за предстоящий в апреле референдум. Напомним, на выходных власти Нидерландов не только запретили агитировать за изменения в Конституции министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушуглу, но и депортировали министра по делам семьи и молодежи. Причем ее задержали буквально за 30 метров от консульства и сопроводили в аэропорт. Это вызвало многочисленные протесты турков, хулиганские выходки как в Турции, так и на территории Нидерландов. И громкие заявления президента Эрдогана, который сравнил Голландию с Банановой республикой и назвал столицей фашизма. И вот теперь евродепутаты выступили за полный запрет на агитационные кампании иностранных политиков и турецких в частности. Со своей стороны Турция позволила себе не только оскорбительные нападки и сравнения с фашистским режимом, но и откровенные вмешательства во внутренние дела страны. Реджеп Ардоган заявил, что и так собирается разорвать дипломатические отношения с Нидерландами, а если там на парламентских выборах победит партия свободы Герта Вилдерса, он обратится к более решительным действиям, правда, каким именно не уточнил. Напомним, партия свободы – правые радикалы, которые выступают за значительное ограничение ислама на территории страны, закрытие мечети, депортацию мигрантов и так далее. Завтра канцлер Германии Ангела Меркель встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это будет их первая официальная встреча. Визит фрау Меркель согласовали в самый последний момент, поэтому точная повестка дня и детали протокола пока еще неизвестны. Ожидается, что Ангела Меркель обсудит с Дональдом Трампом две главные темы – торговые отношения между США и Евросоюзом, а также союзнические обязательства в рамках НАТО. Последняя тема стала актуальной после заявлений Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией, и без Соединенных Штатов, другие члены Североатлантического альянса, в том числе и Германия, совершенно беззащитные. Во время встречи Меркель должна объяснить Трампу, что Берлин готов увеличить свой финансовый вклад в общий бюджет НАТО ради сохранения американских гарантий в сфере ядерной защиты. Помимо этого, лидеры ФРГ и США должны обсудить сохранение доступа немецких компаний на внешние рынки, так как именно от объема экспорта напрямую зависит немецкая экономика и благополучие страны, а Соединенные Штаты выступают главным торговым партнером ФРГ. Причину для беспокойства в этом вопросе вызвал все тот же Дональд Трамп, когда предложил ввести таможенные пошлины на импорт. Это не на шутку встревожило немецкие деловые круги. Во время встречи с Трампом Меркель может напомнить ему, что подобные действия нарушают нормы Всемирной организации торговли, членами которой являются обе страны, вследствие чего Вашингтону придется готовиться к санкциям. Террориста по прозвищу Карлос Шакал опять судят. Об этом пишет британское издание The Independent, ссылаясь на власти Франции. Речь идет о деле 1974 года, когда он бросил гранату в толпу посетителей латинского квартала в Париже. Тогда погибли два человека и еще 34 получили ранения. Сам террорист отбывает заключение в тюрьме Клерво. Карлос – это бунтарский дух, и он в прекрасной форме и физически, и ментально после 22 лет в тюрьме. Это удивительно, но он таков. Его тело будто из стали, и он готов бороться в суде, где мы собираемся апеллировать к тому, что факты устарели прежде всего. Для меня важно на этот раз защитить правду в суде. И, конечно, это не вопрос эмоций, когда дело рассматривается сразу после атаки. Мы спокойно подготовились к этому историческому рассмотрению, изучили историю его жертв, жертв терроризма во Франции, и делаем это в знак уважения к погибшим, которые 43 года оставались неотмщенными. Напомним, после того, как его задержали власти Судана и выдали Франции, венесуэльца, настоящее имя которого Ильич Рамира Санчес, присудили к пожизненному заключению за убийство трех человек, среди которых было двое полицейских. Шесть лет назад суд приговорил его к еще одному пожизненному за четыре теракта на территории Франции в начале 80-х годов. Пик террористической деятельности Карлоса Шакала приходится на 70-е и 80-е годы. Так, в 1975-м он стоял за захватом 42 высокопоставленных заложников в штаб-квартире ОПЕК в Вене, Австрия. Под конец своей карьеры Карлос Шакал скрывался на Ближнем Востоке и даже принял ислам. Более 22 тысяч собак и их хозяев из 56 стран мира съехались в британский город Бирмингем. Здесь прошла крупнейшая в мире кинологическая выставка «Крафтс», организованная английским кеннелл-клубом. Победителем этого года стал американский кокер-спаниель по кличке Майами. Владелец пятнистой охотничьей собаки Джейсон Лин рассказал, что совсем не ожидал оказаться на подиуме со своим питомцем. Честно говоря, я в шоке. Я не удивлен, потому что Майами – фантастический пёс. Но он практически не участвовал в выставках. Он очень молод и был всего на паре таких мероприятий. Так что, когда мы сюда ехали, я никак не ожидал, что буду сидеть здесь и разговаривать с вами. Моя мечта сбылась. Миниатюрный пудель по кличке Фрэнки заняла второе место. Выставка «Собак Крафтс» проводится в Бирмингеме с 1891 года. Со дня основания мероприятие патронируют члены британской королевской семьи. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова